Раздевалка Мэнни Пакияо. Мэнни сам заматывает себе руки. Не пойму, зачем он это делает. Ну, чтобы лучше чувствовать, конечно. Это вообще тонкая процедура. Время, время. 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 Там же рефери решил не отвлекать пока Пакияо своими наставлениями, потому что тут ответственный момент, а забинтована пока только одна рука, но зато какая. География Оскара Деловойя, 16 лет он начал свою карьеру, я люблю драться, мне нравится эта игра, говорит Деловойя. Да, Мэнни Пакияо считается лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Ну а о том, что Мэнни Пакияо сейчас на Филиппинах национальный герой, тут уже, в общем, конечно, никто не будет отрицать. Фредди Роуч говорит, я знаю причину, по которой он потерял контроль над боем во время боя с Хопкинсом. Я знаю эту причину. Фредди Роуч тренирует противника, у вас родила хвост. Я хочу быть на вершине моего ремесла, моей игры, говорит Деловойя. Я хочу быть совершенным бойцом вот в этом бою, в этом самом бою, который нам предстоит посмотреть. Оскар Деловойя. Мэнни Пакияо. 12 раундов боя в весе Белтера. 66 килограмм. Но не важен вес, не важен по какой версии они боксируют. Вообще ничего не важно. Важно только то, что это Деловойя и Мэнни Пакияо. Важно и Мэнни Пакияо. Ждем выхода главных героев. Главных героев не только сегодняшнего вечера. Главных героев. Главных героев. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Фредди Роуч работал даже с братами Кличко Да, ну сейчас будут гимны, ясное дело Три национальные гимна Ну послушаем Без этого не обойтись Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не присутствует при исполнении гимна Он еще не готов к выходу Там греется вместе со своим тренером Фредди Роучем Ди гая Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, как же без американского гимна? Разумеется, все это посвящено всем тем мужчинам и женщинам, которые служат в вооруженных силах Соединенных Штатов в Ираке Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, молитва перед боем Мэнни готов, сладкий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Делахуэр Субтитры создавал DimaTorzok 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 И мы сегодня должны увидеть Матч мечты, как его называют Золотой мальчик Оскар Делахоя Впрочем, уже далеко не мальчик Ему 35 лет Оскар Делахоя Шестикратный чемпион мира В разных весовых категориях Олимпийский чемпион Успешный бизнесмен И вообще селебрити И Мэнни Пакия Который бросил вызов Боксеру, который больше его Мэнни действительно залез Как бы не в свою весовую категорию Поскольку для него Это матч всей жизни Как он считает Как он говорит Это действительно сенсация Мэнни Пакияо Боксер, который преподнес Столько сюрпризов Что, в общем Недаром его Чествуют на родине Как национального героя И Оскар Делахоя Оскар Который владеет промоутерской компанией Golden Boy Promotion Который сделал себе Огромное состояние На боксе И не только на боксе Он очень умный И расчетливый бизнесмен Казалось бы Что ему еще нужно доказывать Тем не менее Для него это тоже вызов Вызов Где нужно В общем Оправдывать Теперь уже свое прошлое По-моему Великое прошлое Ничего не скажешь Оскар уже останется В истории мирового бокса Без всякого сомнения Вот человек Которого обожают С такой же силой Как и ненавидят Ненавидят в основном Почему-то мексиканцев Оскар Делахоя Мексиканец Но он родился В Соединенных Штатах Но с точки зрения Коренных мексиканцев Оскар за свою Карьеру Несмотря на то Что он добился Таких потрясающих результатов Взял одну непростительную С точки зрения Мексики Вещь Он побил Своего собственного Кумира Великого Мексиканского боксера Хулио Сезаро Чапис Эту икону Мексиканского бокса Ему до сих пор Этого не могут простить Вот пожалуйста Как складывается Судьба спортсменов Интрига этого боя Действительно Боя может быть года Интрига этого боя Заключается еще и в том Что в углу у каждого Тренер Который работал Когда-то с противником Фредди Роуд Что с Крамделобоя А Игнасио Бернстайн Пожалуйста Смени Вот смотрите Как подается Этот Бой Просто 12 раундов Боя Ни за какой Ни чемпионский Титул Потому что На ринге Может быть Боксеры С Самыми громкими Именами Вот По нынешним временам Стэнли Кристодулу Дэйв Моретти И Берн Это Судьи сбоку Тони Викс Нам хорошо известный Рефери в ринге Да Тысячи людей Пришли Сегодня Набились В эту колоссальную арену И миллионы Абсолютно убежден В том Что миллионы Сейчас Примули К экранам телевизора 168 сантиметров Видите 64 с копейками вес 47 побед 35 нокаутом 3 поражения 2 ничьи Лучший боксер мира Неоднократный Неоднократный Чемпион мира В разных версиях И разных весовых категориях Гордость Филиппин Лучший боксер мира Вне зависимости от веса Мэнни Пакьяо Мэнни Пакьяо По кличке Пакна 179 сантиметров 65 килограмм 770 грамм И 35 лет ему уже 39 побед 30 нокаутом 5 поражений Представляете С полулегкого веса Начинал Оскар Делахуэ И закончил В среднем Весе Вернее не закончил Но выступал Многие считают Что Пакман Мэнни Пакьяо Сделал ошибку Набрав такой вес Чтобы встретиться С Оскаром Делахуэ Но знатоки Понимают Что Может быть тяжелее Придется Оскару Делахуэ Который Сейчас вышел На ринг с обезвоженным Организм Потому что он Вынужден был Себя загнать В эту весовую категорию Он весит-то больше Так что Что тут будет Неизвестно Вернее Каждый В открытую Признает Что тактику Которую он избрал В этом бою Особенно Мэнни Пакьяо Он не собирается Скрывать Мэнни Сказал Будет действовать Безостановочно С тем Чтобы измотать И ударить Противника Мэнни Пакьяо Обладает Очень острым Очень неприятным Ударом Слева У Оскара Всегда были проблемы С левшами Учитывая Его возраст И потерю Скорости Неизбежную Конечно С возрастом Ясное дело Что Это преимущество Ему придется Как-то Нейтрализовать Оскар 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 говорил о том Что он Должен быть Совершенным Абсолютным Боксером В этом бою Не делать ошибок Можно вам сказать Что Оскар Дилахоя Все свои поражения Ну За редким Исключением В своих поражениях Был виноват Сам Добыть Не могу Его бой С Феликсом Кринигадом Когда он Выиграв бой Прогулял В четыре Последних Рамках Но Все это В прошлом Пакеава Это Боец Который Всегда Опасен В любой момент Опасен Тут Вспомнили Старую Боксерскую Поговорку Что Большой Хороший Боец Всегда Побьет Маленького Хорошего Бойца Но Кто тут Большой Кто Маленький Попробуйте Разберитесь Мэнни Выглядит Мощным Атлетичным Боксером Причем Он тоже Начинал Ведь с Маленького Веса В 16 лет Он весил Где-то 46 Килограмм Когда Он Начинал Заниматься Боксом Чем Хорош Дилахоя Во-первых Без Без Права Удара Против Левши Выходить Ну Никак Нельзя Тактика Пакияо Это Без Становочные Атаки Бомбежка С дистанции Со средней Дистанции Вблизи Он не очень Любит Работать Но Самое Главное Это Превосходство И в качестве И в количестве Ударов Сначала В любом Бою Мэнни Пакияо Был агрессором Вот тут Что-то Не складывается Пока что У него Похоже Что первый Раунд Прошел Под контролем Оскара Дилахова В общем Противоядие Против Тактики Пакияо Может быть Нашел Тренер Игнасио Бернста Потому что Многие Аналитики Писали Если кто И сможет Научить Как действовать Против Пакияо Так это Вот этот Известный Мексиканец Игнасио Бернстан Вот он Мы все время Слышали Английскую Речь В углу У Оскара Дилахова Сегодня Они говорят На родном На испанском Ни один Боксер Не смог Оторваться Убежать От ныне Пакияо Но Дилахова Избрал Совсем Другую Тактику Он Начинает Поддавливать Он Не отдает Пространство Он Постоянно Угрожает За всю Свою Карьеру Оскар Дилахова Выходил Против Боксеров Которым Которым Не должен Был Встречаться Например Бой С тем же Хопкинсом Не своя Категория Он Залез Специально Чтобы Встретиться С Хопкинсом Который Намного Тяжелее Намного Физически Мощнее Он Проиграл Но Он Никогда Многие Может быть Считали У него же Есть тоже Свои Ненавистники Что Оскар Дилахой Выстраивает Свою Карьеру Аккуратно Нет Он Всегда Старался Стоять Перед Любым Вызовом Принимал Эти Вызовы И вот Сейчас Спрашивается Что Нужно Человеку Которому Четвертый Десяток Который Сейчас Уже Давно Занялся Другим Бизнесом Давно Разбогател Давно Его Интересы Абсолютно Другой Сфере Что Он Ищет Сейчас В этом Рим Это Вызов А Что Касается Вызова То Мексиканская Натура Оскара Дилахой Ну Никак Не Может Отказаться От того Чтобы Принять Задача Пакьяо Измотать Оскара Понимая Что У того Всегда Были Проблемы С Выносливостью Нужно Держать Его В напряжении И Нужно Как Можно Больше Попросту Бить Бить Пакьяо Умеет Измотать Остановить И ударить Вот Задача Которую Перед собой Ставит Штаб Мэни Пакьяо Которую Они никогда Не скрывали Кстати Говорит Мэни Пакьяо Мэни Пакьяо Бывали Бывали Конечно Времена Когда он Был Намного Моложе Тогда Получалось Все Мэни Пакьяо Мэни Пакьяо Игнасио Говорит Скажу Что В принципе Нужно Действовать Плотнее Иметь Суду Что Больше Ударов Нужно Наросить И самое Главное Что Нужно Выводить Себя На завершающий Удар Слева Для этого Нужны Атаки Справа 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 Потому Что Пакьяо Их ждет Ждет Угрозы Справа Надо Его Убедить В этом Что Именно Справа И будет Угроза И Вывести Себя В положение Замаха Для Левого Крюка Чем Кстати Оскар Далахоя Занимался Успешно На протяжении Всей Своей Карьеры Ну вот Сейчас Я С грустью Наблюдаю Что Оскар Опаздывает Конечно Пакьяо Очень Быстро Но И сам Оскар Стал Медленнее Да Удар Упакьяо Как выстрел Короткая Траектория Очень Жестко Он Ставит Кулак На Цель Оскар Снизил Активность Почему Может Просто Бережет Силы Прекрас Понимаю Что Впереди Еще Десять Раундов Темп Навязывает Пакьяо Будет Сумасшедший Пакьяо Противостоять Такому Пакьяо Он Никогда Не обладал Быстрым И острым Ударом Страв Ударом Нет Зовем Ух И Ух Да Похоже Чувствую себя достаточно уверенно в этом углу вот этого надо опасаться атаке слева оскару заметили насколько четко он провел эту атаку обманул ушел справа вниз и тут же сместился из зоны ответного обстрела ушел за левую руку оскар оскару надо действовать покороче пока всегда действует неожиданно всегда практически все его успехи из-за того что он настолько быстрых настолько внезапно затевает свои атаки причем как раз очень хорошо чувствует тот момент когда противник расслабит казалось бы вот кончился эпизод можно сделать шаг назад вздохнуть и тут же получает удар не знаю который раз уже проходят эти атаки с уходом вправо по меню паке а почему оскар до сих пор не отсек его этого пространства паке а также берет бразды правления в свои руки он практически не делает пауз если даже он не наносит удары его маневры вот это вот качание маятника поскольку вперед-назад постоянно держит под угрозу против и тут уже ясно что повторяется картина которую мы с вами с грустью наблюдаем уже не первый раз так было случае с роем джонсом как было со многими другими бойцами которые постарели и не поняли что время их ушло опоздание за опоздание Оскар Далахоя не успевает когда такое было что сказывается возраст или сгонка веса или то и другое вместе но Оскар выглядит очень не убедительно по крайней мере в предыдущих рамках кроме первого ну в общем суть все это в том что поменять последовательность комбинации если он раньше должен был провести атаку справа и закончить акцентированный миллион то сейчас наоборот попытаться сделать атаку справа как Не знаю, о чем Еще говорил Бернстайн Оскару, но думаю, что нужно было отметить постоянное смещение вправо. Их надо просечь Оскару, потому что Пакеал, который уходит за его сильную левую руку, оказывается в очень выгодном положении. Да еще может, видите, нанести контрудар под джеб. Пропускает Оскар. Пропускает Оскар. На какое-то расстояние, но не получается. А Пакеал только набирает обороты. Оскар Далахоя сказал, что если я не нокаутирую Пакеал, это будет катастрофа. Но я боюсь, что он был прав. Хотя ясное дело, что это было сказано для красного словца. Тем не менее, вот сейчас у него, судя по всему, единственный шанс. Это попасть, ударить, как говорят боксеры. Потому что обыграть Пакеал не удастся. Он просто делает больше, намного больше. Он полон сил, и он, набрав вес, стал мощнее, а скорость не потерял. Раунд за Пакеал. Уже лучше, говорит, перестаньте. Оскару. Сейчас нужен удар справа и левой снизу по туловище. Удар справа, удар левой сбоку, и удар той же рукой, дублирующий удар левой по туловище снизу. Ну, понятное дело, все это здорово было бы можно выполнить, если противник был бы неподвижен. А самое главное, не угрожал бы сильным ударом. Ну, в общем, это задача, с которой сталкивается каждый боксер, в каждом бою. Поблика скандирует. Мэнни-Мэнни. Тут идет взаимная охота. Кто первый ошибется. Но дело в том, что поскольку Мэнни Пакеал быстрее, а самое главное, делает больше, чем Оскар, у него и меньше шансов ошибиться. Пакеал сделал сейчас как раз то, что, ну, в зеркальном отражении должен был сделать Оскар Делохой. Он успел. Видите, какой быстрый. Ну, скорость Пакеал, это еще полбеды. Он очень жесткий боксер. Взрывно. У него действительно нокаутирующий удар. Нет, не получается Оскар. Ничего не получается из того, что ему советовали в углу. Пакеал постоянно держит под прицелом его. Постоянно угрожает. И Оскар уже чувствует, что он запаздывает, что Пакеал может его опередить в любой момент. Такую позиционную игру затеяли оба в этом раунде. И пока обострения нет, никто не рискует. Но Пакеал чувствует, что время работает на него. И потом, Пакеал никогда не делал вот таких ошибок, как делают многие другие бойцы. Если он чувствует, что его атака успешна, он никогда не отрывается от противника, не уходит назад. Он тут же накатывает, как говорят боксеры. То есть повторяет комбинацию снова. Но Фредди Рош советует держиться. Центр ринга за спиной у себя. Пусть он ходит вдоль канатов. Имеется в виду Оскар. Я вот думаю, почему такой опытный боксер, как Оскар Дилахоя, не делает такой отстекающий шаг вот влево от себя, с тем, чтобы не позволять уходить туда противник. У него наработана эта вещь, эта вот комбинация защиты и контрудар у Пакеао. Он уходит вправо от себя в уклон и бьет слева наверх в голову. И практически всегда очень быстро и очень точно. Просто кожа и чувствует неприятно с темными Пакеао. Вот посмотрите, Оскар выше роста, на руки его длиннее. И с дистанции Пакеао действует лучше, чем он. Это удивительно. Просто удивительно. Да, увы. Жалко, конечно, что Оскар недооценил противника. Многим казалось, что у Дилахоя есть все шансы победить в этом бою. Многие аналитики считают, что его превосходство в росте, как многим казалось, физической мощи, даст ему все шансы на победу. Но сейчас он выглядит, прямо скажем, иногда беспомощным. Как сейчас. То, что исповедовал в бою Мэнни Пакеао все время, во всех своих схватках, он сейчас в полной мере демонстрирует против, я не знаю, одного из лучших бойцов мира в свое время. Оскар был таковым, действительно. Такое ощущение, что перед ним вообще, ну не знаю, из второй лиги боксов. Оскар Дилахоя выглядит пассивным. И даже подавленным. Посмотрите, какая травма у него. Гематома ужасная. По-моему, надо сниматься. Фредди Роуч. Фредди... Фредди очень... Да, вот этот удар, жесткий удар. Вот он-то и вызвал гематому. А может быть, их целых три тут было. Пропустил Оскар. Так вот, Фредди Роуч. Мне удалось как-то перекинуться с ним парой слов. Когда он работал еще с братьями Кличко, он сказал, что ничего лучшего в его карьере, чем Мэнни Пакеао, не было. Работа с этим филиппинцем для него и удовольствие, и вызов. Низковато ударил Пакеао сейчас. Почему Оскар так пассивен, трудно мне понять. Сейчас была попытка атаковать справа. Но дело в том, что если позволять хозяйничать Пакеао вот так, как он это делал в предыдущем раунде или сейчас в этом эпизоде, то ясное дело, до добра это не доведет. Вот в бою с Маркесом, который Пакеао, казалось, вообще сокрушил в начале боя, отправив на пол, в бою с Маркесом выяснилось, что Пакеао не очень любит, когда на него идут. Особенно, если противник с динамитом в кулаке, как Маркес. Все шансы появляются у противника. Оскар, видно, потерял уверенность. Он как бы озабочен защитой в основном, но это его не спасает. Но, между прочим, восьмой раунд идет. А вернее, не идет, а кончается. Последняя минута вот. Атака Оскара под занавес. Ну, это боец очень опытный и он чувствует время, как раз. И Пакеао чувствует время. Конец раунда за ним. Оскар, голова болит, спрашивает врач. Оскар, как себя чувствует? И тут подходит рефери и говорит, Оскар, если ты будешь дальше пропускать, я бой остановлю, запомнил. Положение, прямо скажем, весьма тяжелое, в которое попал Оскар. И что-то у меня никаких надежд нет на то, что что-либо изменится. Но я запоздал со своей ремаркой, потому что последовал отказ. Мэнни Пакеао выигрывает бой в своей жизни. Как американцы называли эту схватку Dream Match. Матч мечты. Такого вообще трудно было себе представить. Я не знаю, еще несколько лет тому назад, чтобы Оскар Делогое снялся. И все-таки грустно, когда бывшие герои уходят. Оскар сделал очень много. Он уже в известном смысле личность историческая. Но Пакеао выполнил на 100% свою стратегическую программу в этом бою. он сделал все, что обещал и сделал здорово. Он был быстрее, он был активней. А самое главное, он действительно измотал противника так, что тот уже просто не успевал отстреливать. очередной вызов, который принял Оскар Делогое увы. Видите, чем кончился. А ведь многие, вы думаете, это радость, там вот промоутер и владелец компании Топ Рэм, который владеет Пакеао, Бо Барум, Фрейди Роуч и вообще все остальные официальные и неофициальные лица, которые от радости скачут и обнимаются. Вы думаете, почему? Потому что никто не был уверен, что бой кончится именно так. Более того, многие аналитики считали, что это авантюра для Пакеао, что Оскар слишком большой, слишком сильный, слишком жестко бьет. Ну и так да. Да, мы переворачиваем страницу в боксерской истории, говорит Майкл Баффер. Итак, победа техническим нокаутом Мэнни Пакеао. гордость Филиппин. Мэнни Пакмэн Пакеао. Да, это был хороший бой. На смену одному блестящему хорошему боксеру пришел другой, такой же. Мэнни Пакеао. нам остается только ждать, как будет развиваться его карьера дальше, и появится ли наконец человек, который встанет на его пути. Надеюсь, вам понравилось то, что вы видели, друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...